Милур, на наш замок напали! Только твой лайк спасёт королевство! А если серьёзно, то мы очень напряглись, чтобы сделать этот ролик. И было бы классно поставить лайкосик за наши труды. Ведь мы посетили не одно место, как обычно, и даже не три. Это топ-5 самых известных замков и дворцов Беларуси. Всем Гик Роджерс, поехали! Об этом месте ставят театральные экскурсии. Более 40 экспозиций. Это Мирский замок. Находится замок в посёлке Мир, Гродненской области. За всю свою историю замок часто был в ужасном состоянии. Но при этом его постоянно восстанавливали. В 2000 году ЮНЕСКО внесли замок в список всемирного культурного и природного наследия. На четвёртом месте у нас Невшский дворец. Находится в городе Несвиш в Минской области. Примерно 110 километров юго-западнее Минска. Настоящий центр белорусского туризма. Резиденция знаменитого рода Радзивиллов. Во дворце царит особая атмосфера. Каждый раз, когда вы туда приезжаете, вы получаете новые ощущения. Дворец также внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На третьем месте у нас Дворец Пусловских. Уникальный памятник архитектуры, построенный в стиле неоготики. Каждая из 12 башен замка символизирует месяц года. Множество интересных мифов связаны с этим местом. Поговаривают, что в замке жил домашний лев, который охранял все богатства замка. И мы переходим на второе место. Это было бы странно не включить в наш список Лидский замок. Это одно из самых старых оборонительных сооружений Белоруссии. Замок был построен ещё в 14 веке для защиты от крестоносцев. Лидский замок претерпел множество кровавых битв и осад. Неоднократно разрушался, но сейчас стоит себе и сияет на солнышке. И закрывает наш топ-замок, название которого мы называть не будем. Давайте так. Угадайте, что это за замок в комментариях под роликом. И напишите, где он находится. Первые три человека, отгадавшие название замка, получат пару блю на телефон. Если вы не в Белоруссии, то тоже можно участвовать. А на этом всё. Ждём ваши варианты в комментариях. Ролик озвучил, как всегда, верхом на могучем богатырском коне Рэй. Ещё услышимся. Пока!